Тогда немножко о формате, что я сейчас буду делать. Я сейчас открыл IDE. Это как бы никаких PowerPoint, а не для девочек. И я буду показывать вам код. На самом деле очень маленькие участки кода. И что я хочу этим добиться? Я хочу показать, что не даггером единым. Все могут генерировать код. Это не так сложно. Зачем это нужно? Зачем генерировать код? Я живу с Java почти половину жизни. И секрет успешных взаимоотношений всегда в первую очередь инструменты. По крайней мере на такой длительный период. И знаете, Java как девушка. Как бы вам не нравился ее язык, рано или поздно многословность убивает. Давайте перейдем к конкретным примерам. Вот мы решили набилить статистику. Мы создали обычный проект. Так, секундочку. Зачекаетесь. Мы создали обычный проект. Создали в нем main activity с фабом и сеттингами. Ничего больше. Ну и я добавил сюда Flurry Analytics. Я решил отписывать события. Статистика важная штука. Как бы ни один проект без статистики вживую, ну, долго не проживет. Я отписываю два события. Fab clicked и settings clicked. Обратите внимание, что я сделал префикс main. Как бы обозначить скоп, в котором я работаю, чтобы потом анализировать, что, где, куда. В принципе, вот такой может жить в продакшене, ну, там, бесконечно долго. У нас пару лет живо. В чем здесь проблема? Рано или поздно ваши графики делают вот так. Что это значит? Кто скажет? А, да, я работаю в проекте ICQ, если это важно. Очень важно. Нет версии. Ну, на самом деле это значит одно из двух вещей. Либо ваши юзеры делают вот так, либо, что намного более вероятно, кстати говоря, у вас косяк в статистике. В Flurry падает периодически, начинает подсасывать, ступить и говорить неправду. Так бывает. Что делать? Спасибо. Мы впилим вторую аналитику. Попрошу людей из моей команды больше не сплойлерить. Хотя тебя еще не было, когда мы это сделали. Ты еще не родился. Так что? Мы впилим вторую статистику. Ну, давайте, для примера, это будет что-нибудь ужасное вроде Google Аналитики. И да, выглядит уже так себе. Ну, давайте другой пример. Вот. У меня реальные действия здесь, статистика здесь. Ну, так себе. Что мы сделаем дальше? Мы, наверное, почистим код и вынесем все в отдельный класс. Здорово же. Напишем вот так. В принципе, наверное, неплохо. В хороших проектах я такое встречал. Это действительно сильно лучше, чем размазать по коду. Почему? Потому что, опять-таки, вот вы запилили две статистики. И по одной у вас графики идут вот так, а по другой вот так. Кто прав? Третья статистика. Правильно. Мы вносим кворум. Как бы по-другому никак. И это вообще не шутка. Правда. Как вы думаете, сколько различных имплементаций статистики должно быть в проекте, на ваш взгляд? 7-8. Ну, я считаю 5, но 7-8 мне нравится. Хорошая цифра. Она прям чуть больше, чем количество фичей в проекте обычно. Ну, так вот, вносим сюда еще от 5-го, 10-го, и вот эта вот копипаста, ну, как-то вот… Фу. Сделаем дедупликацию. Напишем метод ga flurry, и будем вызывать… А, напишем метод all, потому что, скорее всего, мы будем слать статистику почти всегда во все статистики. Так веселее. И уже что-то такое. Уже прям еще лучше. Здорово. В принципе, с ООПшечкой это предел. Ну, если кто-то может меня поправить, вперед. Дальше нам, чтобы убрать, например, вот это и вот это… То есть, смотрите, раз, два, три. Раз, два. Ну, фу. Фу, господа. Что делаем? Нам приходит на помощь интроспекция. Если вы не можете что-то сделать ООПшечкой, следующее, что вы делаете, интроспекция. Какие способы интроспекции известны аудитории? Кто может сказать? В Java. Что такое интроспекция? Интроспекция — это способность языка анализировать себя самого в рантайме. Многим тимбером пользуются. Что? Многим тимбером пользуются. Тимбером. Это, который знакомство для вот одновразовых… Так, а как он это делает? Ну, вот стандартный способ — это reflection обычно. Но все недооценивают способ номер… Есть, на самом деле, еще один вариант. В нормальной Java можно анализировать байт-код. Брать свой байт-код и анализировать. Это здорово. Но мы в Android, мы не в нормальной Java, как бы у нас ничего нет. У нас есть exception. Посмотрите, великолепно. Встаем в исключение. Пишем магическую цифру. Откуда она берется, я говорить не хочу. Это неинтересно. Берем элемент stack trace на этом этапе. Доставим оттуда имя класса, имя метода. Великолепно. А, ну да, и от имени класса отрезаем лишнее. Вероятность 9 из 10, чтобы библиотеки, о которой вы говорите, все делается так же. Правда, это довольно общий паттерн логирования, кстати. Ну, кстати, логеры тоже делают почти, ну, почти все библиотеки логов делают так. Ну, что тут как бы хорошо, что плохо? Хорошо то, что вот так. Плохо то, что вот так, но это потом. Вот мы решили, давайте мы уйдем в main activity снова. И мы решили делать что-нибудь более нетривиальное, менее тривиальное. Простите меня за мой лобаный русский. Мы решили давать параметр. А дище. Что мы сделаем? Напишем что данного. Мы напишем мапу, напишем там value of и всякие, туда-сюда, засунем в пофлоре, засунем в га. Самое здесь смешное. Многие инструменты статистики гетерогенные по отношению друг к другу. То есть кто-то умеет мапу со строками, кто-то мапу с объектами, в которые могут быть мапы, кто-то умеет set value. Ну, говорите-ка, ты всегда впереди. Здорово. Поэтому будет что-то такое. Но мы можем поиграться и попробовать что-нибудь как-нибудь никуда-нибудь повыносить. Ну, что-то вот как-то вот. А, да, OOP. На помощь OOP. Вставим classic, в нем вставим value для гулаидики, параметры для флоре. Как-нибудь тут красиво их заполняем. Например, вот value можем сразу пихнуть и туда, и сюда. И на уровне использования, ну, как-то так. И да, и вот снова вот так. Ну, да, кстати, почему я не могу сделать здесь какой-нибудь overload, чтобы не передавать параметр? Например, взять, вынести какой-нибудь вот такой метод. Ну, и там. Почему не получится? Потому что магическая цифра 2. Мы ее только что изменили. Браво. Ну, в общем, это тупик. Ну, то есть можно. И, наверное, в принципе, если у вас большинство случаев тривиальные, то есть какие-то хиты, я бы, правда, на этом остановился. Но если у вас статистики много, по-настоящему много, как у нас, да вообще, как у всех нормальных людей, чего тут как бы… То этого недостаточно. Что хочется? Вот с точки зрения пользовательского API хочется вот так. Я не хочу ничего писать. У меня же все есть. У меня есть, правда. У меня вот есть имя метода, у меня есть там имя класса, у меня есть имя параметра. Почему бы не воспользоваться чем-нибудь полезным? И в Java есть куча, куча способов кодогенерации. Grindelow, библиотека такая, кто знает. Она использует pre-compile-time кодогенерацию. Вы ставите один проект и там генерите код. Есть библиотека, ну, допустим, Dagger. Она использует compile-time кодогенерацию. В compile-time происходит, собственно, магия. Есть библиотека ProGuard. У нас есть еще своя библиотека тоже, которая делает различные штуки с вашим кодом. Это такая post-compile-time компиляция, когда у вас уже есть байт-код, и вы работаете с байт-кодом. Но мы пойдем дальше. Мы воспользуемся runtime-кодогенерацией. В нормальной Java, человеческой, а не той, что пользуемся мы с вами, есть возможность объявить класс-лоader, и в нем прям байтики запилить. Формат классов в Java очень простой и сделается довольно тривиально. Сделать то же самое в Android на Java можно, но это будет стоить так много перформанс-импакта, что она просто неоправданна. Однако есть альтернатива, которая есть и в Java, и в Android, называется JavaLangReflectionProxy. Это моя мантра на ночь. Я обожаю этот класс. Он позволяет генерировать код в runtime с одним ограничением. Он может работать только с интерфейсами. Как это будет выглядеть? Вот мы объявили интерфейсик, и вот мы объявили класс, который, собственно, занимается имплементацией в runtime. Скучная часть я опускаю. Вот это кэш. Чего-нибудь там поешь. Данил может рассказать его. Ты тут? Да. Хорошо. Основная часть здесь. Метод createproxy. На вход получается класс. К сожалению, синдекс языка не позволяет объяснить, что здесь должен быть именно интерфейс. Если не будет интерфейс, будет runtime. До свидания. Дальше мы берем и имплементируем гребаные лямбды. Берем InvocationHandler. Это такой интерфейсик в Java, который будет вызван на каждый вызов на объекте вашего сгенерированного класса. Это понятно всем? Я сейчас... Мою команду просто не спорю. Это очевидно, у нас весь код таким покрыт. Класс name, метод name. В данном случае мы получаем их прямо на runtime без интроспекции. Нам прямо привалило в счастье в виде класса, в виде мета. Хотя как без интроспекции? Это рефлекшены. Мы получаем через рефлекшены имена, мета, класса и так далее. Напоминаю про прогвард. Он все сожрет. Так что там нужно будет... Чип это пожалуйста. Потом он сожрет еще раз, вы скажете очень пожалуйста. Потом он сожрет и по-другому, и вы скажете, ну я точно знаю, что вообще никак это трогать не надо. И тогда он заработает. Но суть такая же, как и раньше, только теперь у нас настоящие методы, настоящие классы, и мы можем с ними что-то делать. Напомню, что пришли мы сюда от проблемы параметров, и параметров здесь нет. Давайте начнем их вводить. Но на уровне интерфейса для начала, чтобы не спойлерить. В чем проблема? Почему бы тривиальным образом не взять именно параметров и не засунуть их в мапы Flurry и там куда-нибудь в GAA? В Defnal GAA. Кто может сказать? В runtime нет именно параметров. Дел визит. Это решение было принято компанией Sun. Когда вы дебажите, вы видите эти имена, потому что они у вас на самом деле есть в случае дебага. В случае не дебажных вещей, ну простите, как бы в сигнатуру методов не входят именно параметров. Что можно сделать? Ну давайте извращаться. В общем-то мы здесь для этого собрались. Аннотации. Аннотации доступны в runtime. Ну точнее, аннотации доступны тогда, когда вы им скажете быть доступными. То есть, если кто не знает, вот есть такая штука retention. Она говорит о том, когда доступна аннотация. У меня там есть три значения, но это не очень важно. Так вот. Мы дублируем здесь фушное имя. И, в общем-то, на самом деле мы деградируем к тому же, с чего начали. Но для начала посмотрим, как именно мы должны извратиться. И отратиться мы должны довольно серьезно. Вот это тоже место. Здесь я беру аннотации всех параметров. Прохожусь по ним. Нахожу нужную мне. Если нахожу. Если нашел, кладу. Не нашел, сорян. Беру value. Нашел. Отлично. Качу. В наглую. Это, по-моему, у меня падает, потому что здесь может быть не long, но как бы… Все равно переписывать. Ладно. Раз уж мы подошли до места, все равно переписывать. Что делаем дальше? Дальше мы вспоминаем, что есть в библиотеке вроде Dagger, Android Identations и еще куча Butterknife. Куча библиотеки, которые вполне себе работают с генерацией кодов Compile Time. Если могут они, почему не можем мы? На самом деле нет никакой причины. Мы легко, абсолютно легко можем это делать. Ну, надо немножко код писать, но это вот… Я понимаю, не все умеют, не всем дано. Но я вот все еще пытаюсь как-то научиться, но что получается? Мы должны издавать некоторый процессор в отдельном приложении. В чем юмор? Вот то, что мы сейчас пишем, оно запускается не в процессе Android. Оно не обладает вашими социальными. Ваши исходные коды еще не скомпилированы на этом этапе. Поэтому это все должен делать тот-другой. Мы создаем обычную java-шеную библиотеку, в которой описываем процессор аннотации, говорим, какие аннотации мы будем обрабатывать, и, в общем-то, обрабатываем. Как это происходит? Сейчас, ну, на уровне API. На уровне API я вешаю аннотацию. Где я должен взять? Ее должен вложить третий проект. То есть, атипичная структура работы с compile-time штуками. У вас есть ваш код. У вас есть код, который обрабатывает ваш код. И у вас есть код, от которого зависит тот, кто обрабатывает ваш код и, собственно, ваш код. Это слишком сложно или как-то чересчур сложно? Ничего себе. Присылайте резюме. Итак, зависим. Здорово, прекрасно. Повешали вот эту аннотацию, в которую мы поместили третий проект. И надеемся на генерировать чего-нибудь. А как мы будем генерировать? Напоминаю, что у вас еще, например, вот что-нибудь типа, не знаю, там, статистик.класс, нет, статистик.класс недоступно, потому что вы о нем еще не знаете. Вы как бы это и обрабатываете. Вашего кода еще нет. Гет-класс какой-нибудь, который тоже магический класс, тоже нет. Нет, рефлекшны недоступны, потому что кода еще нет. Вы его сейчас пишете вот этим самым всем. Вместо этого вам доступно некоторое синтактическое дерево, с которым вы что-то можете делать. Для этого у вас есть две вспомогательных вещи. Round environment, который валит с вам аргументом, и процесс environment, доступный вам из базового класса. Эти две таких утилитные штуки создают нам, ну как следует из тавтологического названия, environment. Окружение. О, кстати, dependency injection. Пока говорил коллега. dependency injection — это не то, что делает магию. dependency injection — это то, что дает нам зависимости, которые мы явно не объявляем. Dagger делает это автоматически, а здесь делается педалями. Например, вот контекст в андроиде — это dependency injection. Для самых нищих, для самых нищих и убогих. Вот здесь что-то получше. Также вам внедряется сверху, падает. Почему это вам падает сверху? Потому что, напоминаю, вы находитесь в процессе javac. Ваш код запускает javac. Вы прямо в его процессе, и у вас нет ничего. Поэтому вам дают все сверху. Например, так же происходит в андроиде. Только они не смогли сделать нормально, а сам смогли. Так бывает. Вот так всегда бывает. Что я здесь делаю? Я здесь генеру код. Ну так. На самом деле нет. Сейчас проверим, генеру или не генеру. Clean project. Ну простите, вот не быстро все у нас. Это же андроид. Пока могу шутки, там припаутки. Шучу, не могу. Если бы мог, уже бы начал. Так вот. Rebuild all. И смотрим. На самом деле я здесь не генеру код. Я здесь ввожу в консолечку каких-то штук. Где я их должен увидеть? Я должен их увидеть вот в… Может быть не видно, в messages. Такая штука есть в IDE. И я могу ткнуть на вот то, что вы в логе. Вот тыка. И перейти. Как это сделано? Это сделано третьим аргументом. Вы можете передать вот кусочек исторического дерева в логер. И он напишет логи в таком формате, что это ещико поймет, куда перескакивать. Вот. Ну то есть вот это вот логирование, в принципе, позволяет худо-бедно отлаживаться. Например, вот Android Tashins делает это очень ущербно. И там прям плохо. Это, наверное, главная боль в работе с ними. Мы будем делать хорошо. Шучу, мы не будем делать никак. Так. Пойдем дальше. Вот я вывел в логи. Тут видно, не видно? Не видно, конечно. Тут я вывел в логи, что мне свалилось сверху. Какой класс. Это класс stat.main, на котором появится лантация статистики. Как я это добился? Смотрите на GitHub. Чекаватимся дальше. Давайте мы что-нибудь уже погенерируем. Как вы думаете, как будет выглядеть генерация кода? Ну, это почти… Это вот совсем неприятный ответ. Она будет выглядеть ужасно. И это прям, в общем-то, цель доклада. Показать вам ужасные ужасы. Вот так и выглядит. Вот прям вот. Print.ln overwrite. Print.ln public. Protected. Вот отступы. Все. Здорово. Важный момент. Это хороший вопрос. Можно сразу там подарок. Нет, шучу. Хороший вопрос. Почему вы считаете, что код, который вы сгенерируете, вы не будете читать? Нет. У вас IDE, если вы работали с даггером, показывает и анализирует код, который генерится. И это классно. Когда у вас фронтами все так идет, как там, плохо, идет плохо, вы можете пойти по stacktrace, найти нужные участки кода, и даже если среди них есть куски генерированного кода, вас-то не смутит. Оно реально все будет у вас доступно. А если вы будете генерировать без отступов, читать это будет невозможно. А я вот молодец, нагенерировал с отступами. Сейчас покажу, что получилось. Можно генерировать какой-то вопрос, который дискенерирует код? Можно, но зачем? Да, кстати, я забыл дисклаймер. Любой человек, который умеет генерировать код, искренне верит, что если у вас есть проблема, и она не решилась, пока вы не коснулись клавиатуры, то нужно генерировать код. Это не так. Вот то, что вы говорите, можно сделать библиотекой. И я это покажу. Так вот, это вот сгенерированный код. Вполне себе. Честненький, красивенький. И да, IDE его подсвечивает, можно перейти к нему. Это здорово. Пока он ничего не делает, но нам это и не нужно. Мы же просто генерируем код. Давайте пойдем дальше. Сразу, пока я не начал говорить, начну генерировать. Я вообще на работе много генерирую. Я очень люблю генерировать. И дома генерирую. Я вообще не могу. И на этом хочется пойти и погенерировать. Я вот прям беру ноутбук, ухожу в специальную комнату и начинаю генерировать. Поджи, да? Так вот. Давайте ближе к телу. Начали немножко генерации. Я напоминаю, это все прям в Outprintln я писал руками. Вот так. Видите, недоступны именно параметров. Вот на этом этапе они еще есть. У вас прям есть историческое дерево. У вас, по-моему, не доступны комментарии вроде. В JavaTock не помню. JavaTock не помню. JavaTock не помню, доступны. Вот аннотация прекрасно написана. Почему так написано? Потому что мне не было заморачиваться импортами. Бывает. Причем я эту аннотацию перенес из параметра руками. Ну, в смысле, не руками, а на уровне генерации кода я посмотрел, что вот здесь у меня есть value и туда его засунул. То есть я вот таким образом педалями собрал информацию, которая мне нужна была бы, если бы я писал это руками. То есть если бы у меня было это на уровне рефлекционов, я бы не правился, сделал бы это на уровне рефлекционов. Но нет. И в итоге я собрал примерно то, что мы писали руками. Но уже, на мой взгляд, неплохо. Осталась только одна маленькая мелочь. Она никуда не уходит. И вот здесь тоже есть такой интересный нюанс. Вот пишем и прекрасно свой генератор. И еще, не дай бог, хотим отправить его в open source. Куда мы должны отправить статистику? Вопрос. Что, вот как мы это будем делать? Кому? Третьего проекта, который мы создали. Да, но нет, нет, я понимаю. Я имею в виду, вот вы в своем третьем проекте, который создали. Что, куда будете дальше отправлять? Ну вот, вот вы создали этот третий проект. В нем будет отправить по флори в гугланетику. А если вот тому, кто будет использовать ваш генератор, нужно отправить это... Простите от меня боги. В my tracker. Ну, сделаем интерфейс какой-нибудь. В какой интерфейс? Напоминаю, вы в javaki. У вас еще нет вашего кода. Нет. А как вы инстанцируете эту штуку? Ну, наверное, потом поговорим. Наверное, можно заставить вашу идею работать. Там немножко напильника, немножко кувалды, и, наверное, можно. Но вообще, трусные пацаны, как я, делают так. В том прекрасном вот проекте, о котором мы говорили в третьем, создается интерфейс. Интерфейс, сендер. Все здорово. Но можно без кувалды. Правда, можно. Помните анализацию статистик? Мы ее изменим. Мы добавим в ней параметр. Класс, сендер. Да, у вас все доступно. И уже на уровне имплементации мы просто скажем, кто отправит. И вот этот класс будет в вашем пользовательском коде. Он будет у вас, в ваших руках. То есть в вашем основном проекте. Вот все то же самое, что и мы писали раз в 20 до этого. Я признаюсь честно, я копипастил, я не писал. Так, тут какая-то у меня бага была, но не важно. Если сгенерировать, получится... Наверное. О, все получилось, смотрите. Создал один на класс instance. Вот прям взял его оттуда. И дергаю его. И честно, 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 я проверял, он отправляется. Мамой клянусь. Да, и вот более сложная штука. Обратите внимание, я сюда даже за аннотацию засовываю, чтобы потом, если что, мне их поразбирать. Это, ну, может пригодиться кому-нибудь. Надеюсь. Что здесь вот не так? Так, я нагенерировал класс для каждого класса, помеченного аннотацией статистик. Это значит, что на уровне вызываемого кода я в каждой дырке должен использовать генерированный код. До момента, пока первый раз бил этот проект, это будет красный код, он не будет существовать. И, в принципе, в этом нет большой проблемы. Пока-то не распространяется по всему проекту. Почему? Предположим, так случилось. Такого, конечно, не бывает у реальных людей. Но вы на бажеле. И у вас проект не собирается. Если, вот, мир до кода генерации и после. До кода генерации, в месте, где у вас будет ошибка, вам там, как бы, ткнут, вот у вас ошибка. В мире после кода генерации, в каждом месте, где вы используете класс, который еще не сгенерирован, вам скажут, тут ошибка. Поэтому таких мест должно быть полторы штуки, чтобы вы их визуально уже отбрасывали. Как бы этого можно добиться? Ну, давайте отзеркалим всю структуру. Давайте мы нагенерируем класс для add, для класса верхнего уровня, а для inner-классов нагенерируем inner-классов в том классе. Все же очень логично и просто. Я даже почти не путаюсь в словах. А если правда я могу что-то объяснить, то это, наверное, действительно тривиально. Итак, вот он, сгенерированный класс верхнего уровня. Я в нем прям сразу кэширую имплементации. То есть, вот помните, я там показывал, есть страшная штука в проксе классе. Мы там кэшировали имплементации, я сказал, что мы это не будем рассматривать. Почему? Потому что это можно сделать на уровне генерации кода. Вообще, все можно сделать на уровне генерации кода. Наверное, в том числе употребление наркотиков тоже можно вынести в генерацию кода. Я так делаю иногда. Вот, все мы отправляем, все здорово, все прекрасно, великолепно. И теперь, как бы, да, напомним боль, которую я испытываю, чтобы поддерживать отступ. Это диф. Это диф, когда я вынес на уровень поглубже. Я начал делать вот такие штуки, вот такие штуки. Импорты. Ну, вот какие я придумал написать, такие написал. Чтобы от этого избавиться, можно воспользоваться одним из трех вариантов. Можно пойти по пути Гриндау. Эти великолепные люди зачем-то сделали шаблоны. То есть есть несколько… Кто-нибудь пользовался GSP? Вот, прекрасно, люди знают, мой бой, я тоже пользовался. Есть другие варианты генерации текстовых файлов на основе джавашного кода. То есть вот там вы пишете, как бы, текст, и вы представляете некоторые джавашные штуки. Они, как бы, там раскрываются. Есть вот много, не только GSP, есть много таких шаблонизаторов. Можно пойти таким путем. Альтернатива — это построить статистическое дерево и потом его взорвнуть в код. Так делает, например, проект Android Intentions. Они используют билететику jcodemodel. Да, проблема. Ее не поддерживают… Ведь сколько тебе лет? Ну, вот столько же ее не поддерживают примерно. Не может две таких ужатых вещей быть одновременно. Так вот. Ее не поддерживают. Даже фичи Java 1.6 не все. В частности, интерфейсики. Кто знает что-нибудь про дженерики? Слышал кто-нибудь про дженерики? Вы знаете, что есть еще вот вилдкарды, там, вопросики? Знаете, что есть вот upper type и lower type? Upper bound и lower bound. Что вот ограничение сверху, ограничение снизу. Так вот, jcodemodel поддерживает ограничение снизу, но не поддерживает ограничение сверху. То есть вы не можете… Причем, вот представьте, вот у вас в коде в базового класса объявлены дженерики, вы не можете сгибрировать код для них, потому что у вас нет такого инструмента вообще. Но это хачется. Это я подхачил как раз вот в Android Tashions года два назад. Это теперь там работает. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Это теперь там работает. А кто-нибудь слышал о том, что можно в дженерике указать, что класс наследуется вот от этого и имплементирует еще вот пару таких интерфейсов? Вот это нельзя делать вообще никак. Я пробовал подхачить всякое, это делать никак нельзя. Только форки. Но форки есть, и можно пользоваться. И там действительно все более-менее. Даже, по-моему, 8-ая Java есть, может быть, даже 9-ая. Кто-нибудь на троих пользователей с 9-ой Java? Нет? Интересно, почему. Есть альтернатива. Ну тут как это? А как же сделано в дагере? Неужели они будут пользоваться чем-то ужасным таким? Нет, есть альтернатива. Есть вот средняя по ужасности вот между всего вот этого. Что если мы будем, с одной стороны, строить статистическое дерево для типов, для вот дескрипторов состояния. Тяжело говорю сейчас. Будем объявлять типы, будем объявлять методы, будем объявлять поля. Но вот тело метода, где вот много всяких сложных штук, мы будем писать руками. Такой подход используется как раз в дагере. Они пользуются билитетикой JavaPoiet. На мой вкус, это, наверное, самое успешное решение в этом вопросе. Переделать почти ничего не пришлось. Вот div весь файл. Но выглядит так. Сейчас я зачекаю. Обратите внимание, у нас исчезли все вот эти вот штуки с импортами. В смысле импорты у нас появились нормально, по-человечески. А это, ну, кстати, вот особенно рады такие импорты. Надо, кстати, к ним заплореквестить. Это действительно что-то странное. Кто не знает, JavaLang пакет импортируется автоматически. Ну так, мало ли. Так, 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 так. Да, отступы все появились сами. Я их больше не пишу. Импорты появились сами, я их не пишу. И там даже можно переносы строк настроить по-разному. Как это выглядит? Сейчас что-нибудь найду интересное. Вы объявляете TypeSpec. Все, это библиотека SquareUp. Там, как бы, все у них сделано на билдерах во всех библиотеках. И это не исключение. Создаете классик, даете модификаторы. Там что-нибудь типа супертайпа. Ну, там, типа для интерфейса вот так, для класса так. Ну, и, в общем, у вас есть возможность это как-то поддерживать. На самом деле, пока у вас генератор простой, можно даже println вводить. Я, по-моему, это даже успешно доказал. Но когда что-то усложняется, это просто становится тяжело за счет невозможности переиспользования кода. То есть, на самом деле, читать println проще, чем вообще все, что бы то ни было. Но поддерживать невозможно. Вот поэтому мой выбор, например, Java Point. Дальше. Время есть у нас? Ну, у меня есть. Следующая проблема. Предположим, что вы еще раз набажили. Но в этот раз более жестоко. Вы набажили в самом генераторе кода. И он у вас падает. Как вы думаете, что произойдет? Давайте я вот что-нибудь смешное сделаю. Например, если true… Вот… Нет, ну я не знаю, какое исключение. Ладно. О-о-о, вот так. Я не знаю, зачем это могло потребоваться, но давайте так. Делаю ребилд. Я получаю illegal threat state exception. Где? Где ты, тварь? Все. Конец. Когда я вот готовился к презентации, я там, наконец, заготовил как раз вот одну штуку интересную. Сейчас я к ней перейду. Но мне пришлось делать ее сильно раньше, потому что я вот криворучкой реально набажил. И я не мог найти этот баг. Почему? Потому что, ну вот, можно покрыть все логами, например, и как-то вычленять. Но есть способ лучше. Ну, то есть, проблема. Вы находитесь в джаваке. Вот это не ваш код. Нет там дебага. Это вот прям процесс компиляции. Как отлаживаться? Например, ну вот, как я уже говорил, можно отлаживаться так, как мы отлаживаемся на устройствах конечного пользователя, которого нет у нас прямо сейчас в офисе. Мы пишем логи. Как бы так же отлаживается там сервер-сайт. Они просто пишут логи. И часто это довольно-таки удобно. Если бы не одно но. Очень долгие перезапуски. Очень, очень долгие перезапуски в Android проектах. Тем более, что на самом деле, чтобы код генерации стриггерилось, нужно что-нибудь изменить. Вот отдельный там нюанс. Соответственно, у вас все заново. Что делать? На самом деле в GDK, не в JRE, есть возможность запустить, ну, взять класс, который этой генерацией кодой занимается. Скормить ему ваш процессор и чего-нибудь там нагенерировать. Проблема. Ну, то есть, не проблема накормить ему сорцов. Вы даже потом можете класс-лодерами взять классы. Ну, то есть, вы можете генерить код в память, потом загрузить этот код класс-лодерами, и потом что? Что потом делать с этими классами? Давайте я покажу, как это выглядит. Там кто-нибудь может по названию увидеть, как на самом деле происходит магия. То есть, ну, да, как бы типичная схема. Не знаю, что делать, пишем тесты. Ну, или там у заказчика много денег, пишем тест. Вот, я написал, накидал функцию generate, которая реально берет вот сорцы и генерирует. Но тут уже спойлер, спойлер, спойлер. Вот я, например, хочу проверить, что вот в lastParam засунется то, с чем я вызову там метод send. Не medsend, а там метод fabclicked, например. Как мне это сделать? Если вы пользуетесь джавой, котленом, по-моему, даже скала, я тут не уверен, то единственный ваш путь, это, пожалуй, рефлекшены. Вы можете загрузить эти классы и рефлекшенами их там ковырять-ковырять. По-моему, путь не очень хороший. Мой выбор — груви. Почему? Потому что груви — язык динамический. Ему неинтересно, что классов, которые вы генерите, еще нет. Он будет работать с ними так, как будто они уже есть. Вот я загрузил класс, второй, третий. Проверил, что на самом деле все еще, пока параметры не заданы. Взял, вот вызвал метод на классе, статический метод. Я прям просто взял и вызвал. И он просто работает. Просто мне вернет нужную штуку. Запущу на ней fabclicked, и все. И вот у меня ассертики. Все здорово. Оно прям реально все так работает. Наверное, у меня все. Вопросы? И они есть. У меня вопрос из разряда, не вопрос, а ответ. А тогда после? Я очень вкратце просто постараюсь. Очень понятная проблема, то, что есть разные варианты параметров, и надо интерпретировать их как разные комбинации, разные типы решения альтернативные. Передается не несколько параметров, а передается либо переменное число параметров, либо как массив, некий интерфейс общий, типа archetype. Дальше создаются имплементации archetype int, archetype string. Говорите, говорите. И, соответственно, можно вообще в этом случае обойтись вообще без кода генерации, без рефлекшена. То, что вы предлагаете сделать, никогда не позволит вам сделать вот так. Вот это мой польский код. Ваш польский код будет вот такой. На месте, где вы отправляете статистику, у вас будет куча того, что вам на самом деле здесь не нужно. Вот у меня я пишу, давай отправим статистику. У вас вы напишите, давай сконструируем имплементацию вот этого класса, которому определим вот такой метод, который будет делать вот такую штуку, потом это засуним вот сюда, и оно возможно отправит статистику. Ну, наверное, не совсем поняли. Да. Грубо говоря, на парте показывают. А подходите, IDE открыто. Вместо фаб-клик, да, я как бы… Открыто в IDE, прошу. Тут безопаснее. Я не воняю, подходите. Мне так код просто виднее. Там его тоже видно. Хорошо. Смотрите, вместо фаб-клик… Да вот, 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 вот. Пишите. Я добрал у него бракофон, беги. Мне кажется, это метап экспериментов просто. Ну, понятно, да? Понятно, да. Если мы добавляем еще какой-то… У нас интерфейс не меняется. Интерфейс у нас выглядит как… Ну, я тут прям нагажу чуть-чуть. Понятно, да? Да, понятно. И дальше, если мы добавляем еще… Захотим фаб-кликт еще добавить… Ну, да, проблемы. Проблема, что у вас где взять имена еще раз? Где взять имена? А инстанцов? Инстанцов что? Где взять имя? Аргумент. Имя, имя. Ну, а смотри, у нас есть… Вот, кликните в фаб-кликт. А, ну, сейчас как-то проблема… Ну, если у вас проблема на этом этапе с перформансом, не пользуется статистика, она там ставит мапы, она там лезет в сеть, она там еще в базу лезет. О, не надо, не надо. Если у вас на врапы уходит так… Да, конечно. А давайте вот в продакшене мы так рассуждать никогда не будем. Вот мы, вы как хотите. Но, правда, на боксинге рассуждать, что это не клево, это странно. Это либо дает перформанс-эпакт, либо нет. Так вот, как нам получить это имя? Вот мы в статистику хотим отправить параметр length. И чему он равен? Мы можем включить в интерфейс метод Naim, который должен имплементировать все имплементации. И так мы вот… И соответственно… Она немножечко будет лапшовее, чуть-чуть. Но вот то, что была вся презентация до этого, вот это лапшовее лапшовее. Но вы этого никогда не увидите. Вы этого не увидите с точки зрения поискового кода. Вы не увидите этого с точки зрения поддержки. Потому что это реально будет один раз написано, и все. А вот то, что вы говорите, вы будете читать, писать каждый раз. И еще одна штука, вот на мой взгляд, очень плохая. Когда вы будете создавать новый класс, анонимный, это число анонимных классов, число методов вызовов. Я могу смело гордиться, что в нашем проекте мы все очень держим в пределах 65 тысяч метров. Но это другая проблема. Простите? Тут вы… Нет, очевидно. Я и говорю, что я… У нас, например, такой подход используется достаточно часто. То есть у нас есть, когда нужно очень много разношерстных каких-то… Деперсировать на уровне ОПЭ. Мы просто интерфейс делаем общий. Конечно. И через инстанцов там… Я вот повторюсь. В принципе, даже без создания интерфейса, просто описывая вот здесь, внутри, отдельного класса отправку статистики, вы покроете нужды 95% проектов. Это, я хотел сказать, не как справить статистику. Да, наверное, спасибо. Я не про то, как справить статистику. Я про то, что когда ООП нам отказывает, мы идем к любовнице. Ну, отлично. На этой ноте, наверное, мы за вопрос можно сказать. Спасибо. Еще вопросы? Ого. Спасибо за доклад. Такой вопрос по поводу сендера. С ним мы, соответственно, никак ничего не сможем сделать. Например, когда вы там создавали ООП сендер просто через нью, если мы хотим ему какие-то параметры передать. Ну, на генерите. Ясно. Все тогда. Можете… Кстати, да. Я там говорил про round environment, такая штука. Я не смотрел код даггера, но в ангую, что там сделано именно так. У вас, когда генерируется код, он потом сгенерирует код, снова попадает в это же место, и вы снова можете обрабатывать генерированный код. И можете на генерированный код генерить код. Как бы генерите, 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 и все будет хорошо. Вы планируете использовать котлен? Смотрите. Прямо сейчас я пишу библиотеку на котлене, которая будет использована в продакшн. Конечно, да. Окей. Надо делать какие-то телодвижения, используя вот эту библиотеку даггера. Ну, как я понял, что вот предыдущее, то, что вы говорили, второй вариант, там надо телодвижения делать, если мы на котлене хотим писать. А вот тот, который из даггера надо… Вы хотите в обязательном порядке генерить котлен-код? Я правильно понимаю? Нет, я хочу, чтобы он работал с котлен-кодом. Это вообще не надо. Знаете, Java работает с котлен-кодом. Я открою вам секрет. Поэтому, если вы нагенерите Java, она будет работать с вашим котлен-кодом. Нет, а если я хочу, чтобы у меня в котлен-коде были аннотации… А вы хотите обрабатывать кодогенератором котлен-код? Да, да, да. Есть PrideCup. Это возможно и даже, наверное, не слишком нетривиально. Я не уверен… Я не пробовал, правда, надо посмотреть. Скорее всего, телодвижения, если есть, они минимальны. Возможно, их нет вообще. Я просто слышу, что раньше они генерировали просто Java файлы. Ну, типа, костыль такой. Сейчас они как-то элегантно это сделали. Ну, например, генерируйте их на память. Почему нет? Ну, там можно. Ну, то есть у них действительно есть какие-то костыли. Или даже не костыль, а технические решения, будем так говорить. Которые позволяют это делать, так или иначе. Кстати, я вот пользусь вашим вопросом, добавлю, что поскольку этот код запускается на уровне билда, а не на уровне андроида, вы можете писать его на котлене, на скале, на груве, хоть на крестах, без рантайм-импакта, только на уровне сборки. Можно, да? Почему нет? Спасибо за очень прикольный доклад. Вот, теперь я тоже хочу погенерировать что-нибудь там. Я покажу, у нас есть специальная… У моего вопроса есть маленькая предыстория. Мы использовали Android Annotations. Я большой фанат и периодически туда пулырко еще. И получилась такая ситуация. Один чувак запилил очень большую фичу, в которой было очень много кода и было очень много Android Annotations. И он в итоге захотел это все смежить в мастер. И тут херакс, и ничего не получается. Код не компилится. Мы искали… Я это говорю. Мы искали всей Dev-команды. Где там ошибка? Не нашли. В итоге у нас было решение, выпилить Android Annotations. А теперь мой вопрос. Вы сталкивались с этим, и как вы бы поступили в эту ситуацию? Предыстория. Предыстория. Очень, очень безумно плохо быть слепым сироткой. По возможности, не допускайте этого. То, что разработчик напилил странных вещей, потом странных смёрзил, так бывает. И шейм он АА за то, что они это не разруливают. Правда. Вот то, как у них ведется работать с ошибками, это прям гайд, как делать не надо. Однако, если вы работаете с Android Annotations так упорно и долго, как я, то вы знаете, что там есть несколько логов разных. И вот если у вас есть несколько разных логов, и потихонечку по крупицам собрав каждый из них и проанализировав, вы найдете ошибку. И если первый раз занимает это два дня у всей Android команды, второй раз занимает это один день у одного разработчика, а на третий раз занимает 15 секунд тем лида. Спасибо. Еще вопрос. А, вижу. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Annotation Processing позволяет только создавать файлы. То есть мы создаем код. Что делать, если нам нужно поменять код? У существующий код. Это один вопрос. Помните про слеповую сиротку? Вот, короткий будет такой. Не надо этого делать. А если нужно? А если нужно, то более длинный вопрос. Вам это не нужно. Но если все-таки вы очень себе уверены, то вы знаете ответ и не будете задавать вопрос. Но если хотите, я расскажу. Я хочу услышать ваше мнение. Мое мнение так делать не нужно. Но мы так делаем. Нет, а если делаете? Если делаете, вы же делаете это. Конечно делаем. Как? Все делают прогвард. Как? Прогвард делает? Я спрошу, как вы делаете? Ну, вот, например, прогвардом. Прогвард. Но, конечно же, нет. У нас есть свои инструменты. Смотрите. Два варианта. Совсем плохой. Это пользователь с приватным API. Есть приватный API, который позволяет это делать. Я прям ярко против. С другой стороны, в Гридле, в андроидном плагине Гридла, есть степ трансформации. И мы там работаем прогвард. Как мы держимся в пределах 65 тысяч метров? Например, мы выпиливаем на уровне постобработки синтетические аксессоры. Все знают, что такое синтетический аксессор, да? Ага. Вот помните, там цифру 2. Она вызвана тем, что Javac при компиляции видит шлемет приватный. И вот клад, который его объявлен, на самом-то деле вызвать его не может. Он же приватный. Поэтому Javac генерит package-default метод, который представляет получаться доступ. Отсюда слово access, аксессор. И как бы на самом деле, не будь мы трушными ОПшниками, мы бы не писали private, и все бы работало. Вот так Джек Вартман советует делать. Но вместо этого мы можем проанализировать код, понять, что аксессор синтетический, понять, что там ля-ля-ля, и, в общем-то, сделать inline на уровне обработки байт-кода. Мы так делаем, это действительно классно работает. Но эта модификация, она очень так себе модификация. Почему? Потому что в написанном вами коде этого и так не было. Добавил Javac. Я просто на нем прибрался. А модифицировать по-серьезному код тоже делали. Например, была утечка, не была, а есть, в Firebase. Там текут потоки. Мы пошли, и как бы на уровне байт-код работчика, и выпили эту утечку. Так можно делать. Как вы использовали? Трансформэшн API или приватный API? Да. Трансформэшн API, да. Хорошо. Но это как раз потому, что, во-первых, нам сильно больше доступно для модификации. А во-вторых, мы делаем небольшие модификации, точные, и реально понимая, что мы делаем. Обычно так, ну правда, вот, пожалуйста, не делайте так. Или приходите работать к нам. Я подумаю. Это, если что, это не публичная оферта. И давайте последний вопрос. Ха. Видимо, это и был последний вопрос. Ну и тогда, Артем, тебе поставить вопрос лучший вопрос. Да, у меня есть новая добрая традиция — определять лучший вопрос. Пожалуйста, тот, кто задал лучший вопрос, поднимите руку. А там вообще был вопрос? Ого, их три, слушай, четыре. Даже не заданные. Лучший код ненаписанный, да. Что же делать? Выбирать. Данил, вот ты поднял руку. Я могу вопрос задать. Давай! А как я получу подарок? Ну это не честно. А, нет, почему? Честно, 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 честно. Ты подойдешь в понедельник, я тебе дам подарок в понедельник. Нет. И все-таки. Давай лучший вопрос. Ну я еще не натанцевался. Так, приватный API. Фу. Что у нас? А Троэд Тэшнс я слишком люблю, а вы его так выпилили. А можно перечиски были вопросы? О, на самом деле, действительно, самый лучший вопрос. Это не был вопрос, это был мастер-класс. У нас традиция давать подарки тем, кто не задавал вопросов. Вот. Так вот, действительно, весь мой спич аннигилируется утверждением, что обычно вам это не нужно. Это вам нужно тогда, когда другие решения привозят больше боли, чем пользы. И вот прекрасный коллега, да, первым вопросом показал, что… Я готов его пожертвовать второму в очереди. Ладно. Впирай. Впирай быстрее. В смысле, мне уже давали за предыдущий вопрос. Так, ладно. Давайте кто-нибудь хороший вопрос задаст. Еще один лучший. Давайте кто-нибудь хороший вопрос задаст. Вопрос, наверное, вряд ли хороший, но что ночью… Ночь — это хорошее время для кода-генерации, у тебя все коммиты с утра. Ты ночью пишешь вот этот код, который кода-генерирует? Моей дочери меньше года. Я не сплю. Ясно. Нужно, значит, дочь, чтобы начать кодогенерировать. На самом деле нет, я, конечно, сплю. Вот когда моргаешь, прям… Вот я вот только что поспал. Ну нет, не тянет, простите. Так, какие там были еще вопросы? Не помню, я устал. Можно не домой. Что? Да ну нет. Мне кажется, что еще был интересный вопрос. Про что? Проценка, который порадит. А у тебя новый вопрос? Да. Я ответственно подхожу к проблеме. Нет, у меня нормальный вопрос. Я не помню, замеряли ли мы, но вот прокси, которые генерируются в рантайме, они накладывают импакт какой-то на перформанс. То есть только в момент создания прокси-объекта, а последующий вызов уже идут почти напрямую. Вот это важная часть перформанса, правда. Это не бокс на бокс, который тебе в лучшем случае вообще добавляет максимум вызов метода value off, который ничего не делает, кроме там взять по индексу в табличке. В большинстве случаев, там еще пиши всякие, но я про это говорю, взять по табличке. А вот с прокси все не так. Там есть рантайм импакт, но с ним все весело. Когда вот есть такой инструмент, профилировщик называется, вот им можно посмотреть, как метод, сколько вас занимает. Он для вызовов рефляшных прокси методов показывает там просто что-то невероятное. Но это не так. Поэтому мое утверждение, такие вещи нужно мерить логами исключительно. Там нано-тайм и там аккуратненько смотреть. Так мы в итоге мерили или нет? Конечно мерили. Мы нет, я мерил. Поделись, пожалуйста. Да, есть два, ну три момента на импакт. Первое, создание класса не бесплатно. Оно, возможно, даже лезет в файл-систем, но не уверен. Возможно, он делает… Допустим, мы это раз сделали и все. К сожалению, это тоже не совсем верно. Ведь на старте приложения, если мы начнем дергать все прокси, мы замедлим старт. Пост-хендлер там, 100 миллисекунд. Кстати, а почему же мы так не делаем? Делаем. А, окей, ладно. Все, все. Я выпилю этот код. Хотя я давно обещаю, все, никак не могу. Ладно. Второе место. Это сами вызовы. Но, очевидно, не рефлексивные. То есть это вот на уровне… То есть от рефлексии оно не отличается принципиально на уровне… Плюс локации сверху, немножко локации. Но важный момент. Не считая стартового перформанса пакт, если у вас на уровне отправки статистики возникает проблема перформанса, это странно. Ну, то есть, значит, вы ее неправильно отписываете. Ну, слишком много, например. Почему? Потому что вот в сравнении с тем, что внутри любой библиотеки, вообще любой рантайм импакт, что мы туда напихаем сверху, он просто нигилирован. Ладно, спасибо за доклад. У меня еще вопрос. Я хочу подарок, погодите. У меня не получилось подружить в проксе с дженериками. Слабак. Ну, окей. Пойдем научу. Хорошо. Подарок-то дашь? Нет, нет, расскажи, что это за проблема. Я Данила уже отдала подарок, прости. А это все, чтобы его нужно? Нет, ну, просто дженерик-интерфейсы какие-то, они с прокси… Дженерик-интерфейсы с прокси не дружатся практически никак. Что это? Тайпы рэш и все нормально. Тайпы рэш и все нормально. Нет, правда, ну ладно, пока что-то где-то не так. Возможно, в моей голове. Артем, спасибо тебе большое за доклад, за подготовку метапа. Вообще спасибо.